В центральном округе в 5 часов утра во дворе элитного многоэтажного дома загорелся легковой автомобиль. Hyundai Grandeur освещал окрестности не хуже мощной газовой лампы. Пламенем была охвачена передняя часть представительской машины. Рядом с седаном находился внедорожник, который мог вспыхнуть от жара в любую секунду. Путь от пожарной части у расчётов занял от силы 3 минуты. Дороги были пусты. Караул рассудил так. Быстрее получится притушить источник жара, чем оттаскивать в сторону джип. Водяной залп был настолько мощным, что, казалось бы, безвозвратно охваченная огнём машина моментально погасла. Во дворе сразу стало значительно темнее. Взломав подпорченную огнём иномарку, расчёты обнаружили, что салон машины девственно чист. Перегородка между моторным отсеком и пассажирской частью кузова оказалась спроектирована настолько продуманно, что пламя так и не смогло проникнуть под приборную панель. Фактически у иномарки стоимостью более миллиона рублей повреждена только передняя часть, что даёт шансы на восстановление автомобиля. Хозяйка Hyundai во время тушения так и не появилась. О том, что на этой иномарке ездит женщина, караулу сообщила жительница дома. Но горожанка не знала, в какой именно квартире нужно искать автолюбительницу. Повреждённый седан был сдан под охрану полиции. Причина пожара не установлена. Это могло быть как короткое замыкание, так и поджог. С места происшествия Валентин Борозняк, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.